Братья и сестры, вот я некоторое время думал, а если нас спросят, воскрес ли Иисус Христос, как мы ответим? Смелее! Да и истинно Он воскрес! Вот так мы ответим. Если нас встретил кто-нибудь и говорят... Вот вы нас встретили, вот вы нас увидели, пожалуйста. Я задаю вопрос, а воскрес ли Иисус Христос? Поднимемся и ответим. Братья и сестры, воистину Христос воскрес! Это вопрос, мы должны быть готовы, если кто-нибудь нас спросит вот этот вопрос. Думаете, может быть, что-то странное, но я думаю, что это не странно. Будем читать Слово Божие. Деяния апостолов, 1 глава, с 1 стиха по 3 стиха. Первую книгу написал я к тебе, Феофил. «О всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страданию Своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». И мы видим, в 3 стихе написано «являя себя живым». А в 1 стихе мы читаем, что «я первую книгу тебе написал». Первая книга, мы многие знаем, это было Евангелие от Луки, а вот тут уже Лука, евангелист, говорит, что «я уже другую книгу тебе написал», который явил Себя живым по страданию наш Господь Иисус Христос. «В продолжении сорока дней наш Господь Иисус Христос являлся многим». И мы далее будем читать. И тут мы видим, что «многими верными доказательствами являлся им», то есть Он воскресе из мёртвых и являлся. Детки, я вам задам вопрос, верите ли вы в чудо или нет? «Да», я слышу один ответ «да». Вот я вам расскажу про одно чудо. Когда мне было лет 12 в 6 классе, и вот был такой очень лёгкий билет, мы сдавали экзамен, устный был экзамен. Этот очень лёгкий билет, я не помню этот именно номер этого билета, но помню, сколько билетов было – 35, а учеников было 29. Я молил Господа, когда шёл в школу, чтобы он именно Бог даровал мне этот билет, который очень лёгкий, и почти все ученики знали. И вы знаете, именно этот билет попался мне. И знаете вы, сколько шансов было, чтобы этот билет мог попасть мне? Умножьте 35 на 29, и получите цифру, знаете какую? 1015. Если за один день мы проходили весь класс за день, то надо было, если бы ещё был шанс попасть, это надо было 1015 дней. И то было бы или не было. Вот как велик Господь, как Он тогда, в то время, даровал мне чудо. Ещё и другие чудо были в моей жизни, но это в другой раз, если Бог позволит. Являлся Господь со многими доказательствами. Теперь, когда мы читаем 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 по 8 стих прочитаем. Апостол Павел тут говорит такие слова. «Ибо первоначально преподал вам, что и принял, то есть, что Христос умер за грехи наши и по Писанию». И вот я вспомнил такой стих. Иисус Христос говорит такие слова. «Изучайте Писание, ибо они говорят обо мне, и вы через них думаете иметь жизнь вечную». Мы должны изучать Писание. И, конечно, печально бывает, когда нас на разборе слова бывает 20-25, в лучшем случае 40 человек. Это печально. Братья и сёстры, возьмём себе это на вооружение и будем ходить на разбор слова, изучать Писание, чтобы нам знать, как поступать, чтобы иметь жизнь вечную. Далее мы читаем 4 стих. «Ибо, и что он погребён был, свидетельствует апостол Павел, и что воскрес третий день по Писанию, то, что мы говорили, Иисус Христос говорит, изучайте Писание. И что явился Кифе, потом 12-й, явился Петру Кифе, когда он, мы знаем, как он горько плакал, когда он отрекался, говорил, я не знаю его. И далее мы будем читать, как апостол Петр дальше смело возвещал Слово Господне. «Явился Кифе, потом 12-й, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые и почили». «Явился более 500 братьев». И я себе спросил, а сколько было учеников сперва у нашего Господа Иисуса Христа? 500, потом 70, потом 70, потом остались 12. Вот этим всем братьям, по всей видимости, не говорится именно им, но по всей видимости, Христос являлся со многими свидетельствами, он свидетельствует, что он воскрес по Писанию, и все это доказывал наш Господь Иисус Христос, что именно он пришел, как Мессия, исполнить волю нашего Отца Небесного. И как было в Писании написано, «Вот иду, Отче, исполнить волю Твою, и Ты тело приготовил мне». Все это было еще до сотворения мира, было нашим Богом Отцом, все это было предусмотрено для кого? Для нас, человеков, чтобы мы имели жизнь вечную и радовались здесь, на земле. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть дана не в живых, а некоторые почели. Потом явился Якову, также всем апостолам. И после всех явился и мне, явился и апостолу Павлу, и то слово, которое в конце, вы можете следить, я не назову, ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Апостол Павел называет себя самым меньшим, он самой больше потрудился, а называет себя самым меньшим и даже не достоин называться апостолом. Но апостол Павел много трудился, много, и убеждал народ, говорил о Христе, оставив, так сказать, он, будучи фарисеем по учению, мы знаем, что они имели власть, они имели, сказать, даже и какое-то состояние, но в будущем, когда Господь явился ему, апостол Павел не стал советоваться с кровью, плоти, но последовал за Христом, став одним из тех, которые благовесывали, можно сказать, почти всему миру. Он трудился для того, чтобы и мы, сегодня язычники, услышали, и читая это повествование, послание к Римзинам. Далее мы... Из Деяния апостола, когда читаем 3 глава, 14-15 стих, мы узнаем, что апостол Петр тот, который отрекался и горько плакал, он уже другой человек, и мы будем читать это место из Писания. Это будет 3 глава. 3 глава, 14-15 стихи. Я уже перейду к апостолу Петру. 3 глава, 14-15 стихи. Мы видим апостол Петр, уже другой человек, он смело свидетельствует. И я когда читал и размышлял над этим, я видел в нем другого человека, того, кто смело говорил этим, которые были участниками при распятии нашего Господа Иисуса Христа. 14 стихи читаем. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку-убийцу». Из этого стиха мы видим, он прямо, ясно говорит им, не страшась, никакого страха, ничего, прямо говорит, «вы отреклись». И что? И вы просили даровать вам человеку-убийцу. Этот ли Петр? Нет. Когда он увидел Господа нашего Иисуса Христа, когда Господь Иисус Христос поручил ему пасти овец, то, видимо, он уже был другим человеком. Таким мы, когда вкусили, что благ Господь, когда мы были прощены, когда мы радовались, что мы прощены и исполнились Духом Святым и Вадимы Духом Святым, если только мы соблюдаем то, что мы научены, то, что мы наставлены, это всё мы должны соблюдать. И я вспомнил такие слова апостола, то есть царь Давид говорит, «Господи, Духа Твоего Святого не отними от меня». Это глубокие слова. Мы должны их помнить всегда, что действительно Дух Святой вводит человека и сопровождает его всюду и везде и хранит, если только мы просим у нашего Господа помощи, сил, умения исполнять то, что мы ведаем из Писания. Читаем 15 стих. «А начальника жизни убили, этого Бог воскресил из мёртвых. Чему мы свидетели?» Апостол, видимо, апостол Пётр говорит, «Чему мы свидетели?» Не «Вы». Чему мы свидетели? В тот день он проповедовал множеству народа. И этим апостол утверждает, что вы это сделали и просили человека-убийца. И когда мы уже читаем далее, в 17 стихе, смотрите, какое слово там стоит. «Впрочем», апостол Пётр тут умягчает свою речь и говорит, «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Тут апостол Пётр, Дух Святой, его руководит и говорит смягчайшие слова и использует ещё слово «по неведению». Это великое дело, когда человек видит Вадим Духом Святым, и он слушает Духа Святого и повинуется, и говорит то, что угодно Духу Святому. Дальше апостол Пётр, свидетельствует далее. «Бог же, как предвозвестил устами всех пророков пострадать Христу, так и исполнил». Так и исполнил Бог, потому что через всех пророков Бог говорит, что Христу должно прийти и пострадать, и воскреснуть. Пётр далее говорит очень чудные слова. Итак, эти слова, «Итак покайтесь и ободритесь». Мы видим, как Дух Святой говорит апостолу Петру, используя слова, не как бы, а повелительные слова. «Итак покайтесь и обратитесь». Это была смелость перед теми, которые когда-то он боялся, там были, скажем, у священника, может, 20 человек, а тут предпубликой тысяч человек, и он бодро и ясно говорит, «Итак покайтесь, обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, и что, чтобы пришли времена от рады, от лица Господа, да пошлёт он предназначенного вам Иисуса Христа, как было написано, что Бог пошлёт вам Христа. И он пришёл, апостол Пётр говорит, пришёл, пострадал, воскрес, чему? Мы свидетели. И далее мы, когда читаем, видим, что они умились сердцем, и многие уверовали, крестились, и церковь увеличивалась и умножалась. Братья и сёстры, теперь моё желание, чтобы мы помолились, чтобы мы были крепкими, были истинными христианами, просили у нашего Господа сил и умения в это время, которое мы всегда говорим последние, а я бы сказал, время последних дней. И мы ободримся, будем просить у нашего Господа сил, умения, славить Его, благодарить Его, изучать Его Писание, быть истинными, крепкими христианами, и допоможить и Бог, и мне, и нашей семье, и всем, чтобы мы были крепкими, истинными, и когда придёт Иисус Христос, чтобы Он взял, если мы будем живых, взял нас там на небесах, а если отзовёт, то там, чтобы мы были объяты в Его руки, в Его Царство, с Ним бы царствовали навсегда. Амин. Склоним наши колена, помолимся. Дорогая Церковь, я вас поздравляю с этим радостным праздником. Христос воскрес! Во истину воскрес! Христос воскрес! Во истину воскрес! Христос воскрес! Во истину воскрес! Садитесь. Дорогая Церковь, этот праздник, который мы сегодня справляем, или все эти дни, трепет души наполняет о том, о той славе, которой Бог явил в Сыне Своём, Иисусе Христе, в котором мы торжествуем Его победой, в том, что Он, будучи праведный, пострадал за неправедных, что Он пролил Свою пречистую кровь для того, чтобы мы в Его праведности имели очищение от всяких грехов. Вы знаете, этот праздник, который мы справляем, он имеет важное значение, и мы очень много слышали в эти дни, что является для нас Пасха. вопрос, ответ – это Христос, который заклан был за нас, который воскрес для оправдания нашего. Праздник Пасхи – это есть утверждение веры нашей, чтобы мы, ходя по этому земному пути, могли созерцать красоту и величие славы Божьей в Иисусе Христе, в котором мы вновь и вновь, каждый год, каждый день, каждую секунду в нашей жизни мы приносим славу и благодарение. Вы знаете, я хочу предложить три места Священного Писания, два очень коротких, один очень длинный брат сегодня зачитывал это место. Первое место Священного Писания, которое я хочу вам предложить, это записано Галатом, первая глава, 11 стих, там записано следующее. «Возвещаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился от человека, но через откровение Иисуса Христа». Апостол Павел, писав эти слова, он запечатлил важные слова в том, что то Евангелие, которое он благовествовал, которое сегодня мы имеем на руках, это Евангелие не есть человеческое. И следующие слова, которые мы прочитали, это Евангелие, которое он принял и благовествовал, он принял от Иисуса Христа. Теперь же преобразим эти слова, которые написал апостол Павел для всех нас. То, что сегодня мы отмечаем и празднуем, это есть Евангелие славы Иисуса Христа. в том, что Он воскрес из мертвых, что силы ада не имели в Нем действия. И Своим воскресением Он показал, что есть воскресение жизни. Верующий человек, познавший Иисуса Христа как личного спасителя, он видит в этом торжество, утверждение своей веры в том, что Христос является истинно, и верующий в Него не постыдится. Почему? Потому что Иисус Христос отдал Свою жизнь за всех нас, будучи, когда мы ходили своими путями, тогда, когда мы познали Его из Священного Писания, то есть с Евангелия, то есть с Благой Вести. Вы знаете, отмечая этот праздник, празднуя его, мы находим места Священного Писания, которые свидетельствуют или благовествуют нам о тех событиях, которые происходили при рождении Иисуса Христа. Вы помните, как это было? Лука очень подробно описывает во второй главе. Он описывает о том, что явился ангел пастухам и говорит, какие слова он там произнес. Он сказал, не бойтесь, ибо я вам воздействую, очень важное, что в городе Давыдовом родился Спаситель Христос Мессия, который является, будет Спасителем всего мира. Если мы читаем 28 главу, то мы видим тогда, когда женщины пришли к огробу, то они увидели двух ангелов, они сказали, возвестили Евангелие, не бойтесь. Мы возвещаем радостную весть. О чем эта радостная весть? О том, что Христа нету в огробе, Он воскрес. Идите, скажите ученикам и Петру. Какая радость, дорогие, проникнувшись в эти мысли, мы находим то благовествование, которое написано в Священном Писании, и это благосвестование, которое было написано, сегодня оно запечатлено Духом Святым в наших сердцах, чтобы мы и шли, и прославляли нашего Господа, потому что Он сделал за нас очень многое. Он отдал свою жизнь для того, чтобы мы эту жизнь имели с избытком. Второе место Священного Писания, которое я хочу поделиться, оно записано в Первом Послании Коринфляна, пятнадцатая глава. Удивительная пятнадцатая глава. В Послании Коринфлянам апостол Павел уделил очень много стихов, или очень большая глава во всем этом Коринфляне, написано 58 стихов. И все эти стихи, которые здесь написаны, они написаны для утверждения нашей веры в то событие, которое совершилось. И оно имеет важное значение для каждого из нас. Продолжительный текст я буду читать выворачиваю. Итак, Первое Послание Коринфляна, пятнадцатая глава, с первого стиха там записано следующее. Брат зачитывал это место священное, но он зачитывал ниже, мы не договаривались. Но это свидетельствует о том, что это важное повествование, которое имеет утверждение нашей общей веры в Иисуса Христа. Итак, напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь. Если преподанное, удерживайте, как я благовествовал вам. «Только не тщетно уверуй, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес день, третий день по Писанию, и что явился». И дальше брат уже читал эти слова. Обратите внимание, о чем пишет вновь апостол Павел. Аналогичные слова, которые мы прочитали, Галатам, 1 глава, 11 стих, и здесь говорит, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам». То есть, то Евангелие, которое мы имеем сегодня на руках, оно о чем-то важном благовествует нам. И здесь апостол Павел говорит, что мы это Евангелие приняли, что мы в Евангелии в этом утвердились, что в этом Евангелии мы имеем спасение, что в этом Евангелии мы удерживаем жизнь вечную. Слово «удержать» – это значит приложить усилия. Это очень важно. Приложить усилия, чтобы то, что соделал для нас Христос, оно жило в нашей жизни. И дальше он говорит, «Которым и спасаетесь, извиняюсь чуть ниже, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Оказывается, апостол Павел, когда писав это послание, он утверждает коринфианскую церковь, и он сегодня утверждает это сам, о том, что он говорит, это было в его естестве, и это он говорил не просто слова, но это он этим жил. Поэтому он и благовествовал. Если мы просмотрим хронологию, то мы заметим мысль апостола Павла о том, что благовестие, оно имеет важное значение в жизни человека. Благовестие Евангелия, оно утверждает верующего человека в том, что Бог, возлюбивший этот мир, послал своего единородного сына, чтобы в сыне Иисусе Христе мы могли иметь жизнь вечную. И это утверждение, которое принял апостол Павел, он благовествует. Сегодня здесь, в доме молитвы, это утверждение звучит, чтобы это благовествование, оно жило в нашей жизни, чтобы мы могли всегда прославлять имя Бога. Что же он принял? Что же это за благовествование, которое мы прочитали? «Ибо я первоначально преподавал, что я сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Оказывается, благовествование Евангелия заключается в том, от рождения и смерти, сотворения мира, это благовествование звучит, что Бог, возлюбивший мир в Иисусе Христе, оно несло в себе страдания, смерть, воскресение Иисуса Христа, чтобы мы могли в Нем укрепиться в вере. Второй отрывок из этого же главы мы уже прочитаем, записано с 20 стиха, с 19 стиха, и там записано следующее. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастные всех человеков, но Христос воскрес из мертвых первенец, из умерших, ибо как смерть через человека, так и через человека произошло». Я просто добавляю, произошло воскресение «Как водами все умирают, так во Христе все оживут». Вы слышите, какое обетование? Это есть обетование в том, что верующий в Иисуса Христа, Он имеет жизнь вечную, которую Он принял, в котором Он живет, в котором Он размышляет, в котором Он исполняет. Третье место Священного Писания – это есть утверждение апостола Павла Коринфианской Церкви, а также из нас здесь записаны такие слова. «Когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, какое хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть, такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скота, иная у рыб, иная у птиц». Дорогие, это как раз говорится, как может люди, которые говорят, как же будет воскресенье, как же мы будем, какими же мы будем, как же это будет выглядеть на самом деле, и апостол Павел говорит, «Разве вы не сеете зерно?» Мы посеяли зерно, но оно через какое-то время умерло и дало росток. Через какое-то время из этого ростка появился колос. Из колоса потом появилось зерно, и меняется та сущность, в котором была заложена самим Богом. И это свидетельствует о том, что после смерти будет воскресенье, и будет дано иное тело, и это тело будет дано во славе, и будет это во славе имени Бога. Почему? Апостол Павел в 43 стихе говорит следующее, «Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает сила, сеется тело душевное, восстает тело духовное». Так и написано, «Первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, такой и небесный». И как мы носили образ перстного, будем носить небесное. Дорогие братья и сестры, это есть объяснение и утверждение веры, чтобы мы могли смотреть на совершителя дела Иисуса Христа и в своей жизни мы могли благодарить и славить Бога». Если мы читаем 52 стих этой же главы, то там записано, «Друг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленное сему надлежит облечься в нетленное, и смертному сему облечиться в бессмертие». И 55 стих «Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Это очень важное место, которое апостол Павел сегодня, которое мы сегодня прочитали. Оно действительно имеет общее значение, которое должно ещё совершиться в нашей жизни. Тогда, когда будет общее воскресение, тогда, когда мы предстанем пред Богом, тогда, когда мы сохраним веру, тогда, когда мы перенесём эти страдания, которые мы имеем на этой земле, живя на этой земле. Кого-то уже нет, кто-то ещё живёт, а кто-то достигнет тех обетований, не увидя смерти. И в этом есть большой задел или удел для каждого верующего человека. Только нужно одно, чтобы в Иисусе Христе мы имели надежду упования, веру, и сохранили это до конца дней. Вы знаете, рассуждая о благовестии, рассуждая о благой вести, то я задумался, в чём же заключается конечная цель этого благовестия. Неужели вот это всё на этом закончится? Рассуждая это, я как бы искал подтверждение некоторых моментов своей веры в Писании, которое имеет важную сущность значения в том, что всё-таки будет Божий суд. И вы знаете, исследуя Писание, я нашёл одно место Священное Писание, один стих, но оно встрепенуло моё сердце. Это записано Кремленам, послание Кремленам, 2 глава, 16 стих, там записано следующее. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, это меня встрепенуло». Оказывается, конец благовестия это в том, как пишет апостол Павел, написано, «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков». Вот эти тайные дела, которые здесь написаны, оно написано курсивом. Те переводчики, которые переводили это слово, они как бы написали вот это дело, но они имеют, он как бы расширенное такое слово, и это слово, синоним этого слова «дела» – это действие, действие человека. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека». В чем же оно заключается? Я задал себе два вопроса. Зачем это благовествование апостол Павел пишет? Окажется, есть ответы, на которые, как бы растворяя его, ты задумываешься на том, чтобы идти по этому жизненному пути, чтобы не огорчать самого Господа. И здесь мы прочитали такие слова, что Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Почему? Два вопроса. Зачем и почему? И, читая Священное Писание, мы можем найти некоторые ответы. Какие же тайные действия человека бывают в хождении перед Богом? Апостол Павел пишет в первое послание Криллина 1 главе в 16 стихе мы прочитаем 3 стиха очень важный, который раскрывает сущность глубины мысли Божии. Он говорит следующее, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия для спасаемых ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену, 17 стихе, в нем открывается правда Божия от вер веры, как написано праведной верою жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие человеков». Теперь же я понимаю, о чем здесь говорится. Оказывается, апостол Павел, благовествовая это Евангелие, он говорит о том, что в нем находится сила Божия для спасения каждого верующего человека, Иудея и Елена, и дальше он говорит в 17 стихе, «Ибо в нем открывается правда и жизнь вечна в Высочи Христе». Тогда как же можно понять день, когда по благовествованию Бог будет судить тайные дела человек тогда, когда они отказываются от этой жизни вечной в Иисусе Христе. Тогда, когда человек, слыша Евангелие и благую весть, отказывается от Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий. Он отказывается от благовествования Бога в том, что Бог возлюбил эту землю в Сыне Иисусе Христе. Да, для нас верующих это есть спасение, но те, которые отказываются. Это имеется в виду те люди, которые слышат голос Евангелия, но в то же время ожесточив свое сердце говорит «нет». И 18 стих мы прочитали «Ибо открывается гнев Божий на всякой нечести и неправду человека подавляющую истину неправдою». Человек подавляя эту истину неправдой, тем самым он свидетельствует, что авторитет Божьего Слова не касается его сердца. И здесь мы прочитали, что мы много, если читаем Ветхий Завет и Новый Завет, мы слышим о гневе Божьем, но здесь мы читаем о том, что и открывается гнев Божий. Вы знаете, если мы читаем третью главу от Иоанна, последний, по-моему, 36 стих, 36 стих, там написано следующее, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Обратите внимание, здесь, в этом месте, которое говорит апостол Павел, гнев Божий открывается, но там, на этом человеке уже пребывает. И еще, если мы читаем в Колосеанам, в третьей главе, то там написано, грядет на Сына противления. И теперь же, когда я соприкасаюсь со Словом Божием, я понимаю, в чем важность заключается этого повествования, этого благовестия о том, чтобы я был утвержденный в вере, чтобы то сомнение, которое может быть в этом мире, чтобы я мог в молитве иметь общение с Богом и побеждать те мысли или те искушения, которые могут предстать на земном пути. И если я нахожу себя в чем-то виноватым, я должен просить у Бога прощения в том, чтобы Он покрыл Своей милостью и любовью, чтобы в этом мог прославиться только наш Господь Иисус Христос. Почему? Потому что Слово Божие звучит для каждого из нас и оно имеет важное значение. Ибо если мы читаем от Иоанна, первое послание Иоанна в пятой главе в седьмом стихе, там записаны следующие такие важные слова. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и они свидетельствуют об одном». И дальше мы прочитали такие слова, которые записаны в восьмом стихе. «И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сие свидетельства об одном». Сегодня, соприкасаясь с этим Словом Божьим, сегодня, празднуя этот праздник, я отношу к этому благовестовавчим очень серьезно. Так как я радуюсь этому Евангелию, я радуюсь о том, что эта Евангелие достигла моего сердца. Я радуюсь, что сегодня Слово Божие, как Христос говорит, проповедуется «Лето благоприятное». Эта Евангелие распространяется над всем миром, и оно имеет действие спасения. Оно несет действие утверждения, и оно несет действие прославления. И оно также дает это Евангелие сегодня задуматься людям, которые не знают Иисуса Христа или стараются как-то обойтись без Него. Да, можно обойтись, но это обхождение будет очень краткое, потому что все то, что не содействует Иисусу Христу, ни признание, ни вера, отречение, оно приведет к печальному концу. Но сегодня весь благодати, весь спасение, весь о том, что Господь любит весь этот мир, Он любит человека, и еще не поздно прийти к Иисусу Христу, склониться у Его ног и получить спасение, утверждение своей души. И за это, дорогие братья и сестры, мы должны благодарить Бога, что это благодать, которую мы имеем на руках в праведности Иисуса Христа. Мы должны славить и благодарить нашего Бога, ибо Он достойен этого. Ему за все вечное слава и поклонение нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Душа моя скорбит смертельно, сказал Христос ученикам. Я так хочу в благоговении, припаскиваю святым ногам. Нет, не вполне я понимаю, о чем скорбит душа его. Я просто трепетно взираю на муки Бога моего. Средь миллионы разных судеб моя судьба решалась там. Или в небо мне открыто будет, или в ад откроется врата. Там в Симане и в варенье Христос победу одержал, и не скорбит уже смертельно его усталая душа. Твоя Господь добует воля, и он пошел, пошел на крест. Аминь. Аминь. Симана Зажигалась роса, наверное. И цветы свои лица нежные открывали навстречу свету, и казалось, былинка всякая рада свету под небом синим, а Мария стояла и плакала, одиноко в тоске бессильной, и сквозь слезы она не видела, как прекрасен был мир в то утро, лишь любимый образ учителя перед ней стоял неотступно. Добрые руки, открытый взгляд, полный любви даже к самым грешным, если б теперь вернуться назад к дням тем прежним, озеро или гора Елеон. Люди на лицах столько внимания, а самое главное — это Он, Его слова и Его деяния. Тихо, но диким кощунством вдруг в память вырывается злобная брань. Крест, кровь струится из тех же рук, что многих больных исцеляли от ран. Все, и никто не может помочь. Гроб почему-то пугающе пуст. Ах, какая же длинная ночь! Где ты, Иисус? Ветер листьев касался ласково, птичьи песни звучали рядом, и Спаситель Марии оплаканный к ней спешил по тропинкам сада. Шел Христос, чтоб, назвав по имени, подарить ей утро весеннее, чтоб всем сердцем Мария приняла весть о чудном Его воскресении. Аминь. Братья и сестры, я знаю, что есть и такие, которые проявляют как бы недовольство, что вопросы по Библии поступают. Но вот в связи с воскресением нашего Господа из мертвых, конечно, при чтении Библии вопросы возникают. Как хорошо, когда мы находим на них ответы. А бывает и так, что вопрос стоит, а ответа нет. Как тогда? А, ноль внимания и пойдем дальше. Бывает и так. Одного мудрого проповедника в прозапрошлом веке спросили, ну, как ты, когда трудные местописания читаешь, как относишься, если они непонятны? Он говорит, а я как за обедом, когда кушаю рыбу? Рыбу кушаю, косточки в сторону. Ну, это правильно. Вопрос. Почему Иисус Христос на все обвинения в Его адрес молчал? Ну, когда Его привели к первосвященникам, потом к Пилату, потом к Ироду, потом возвратили опять к Пилату, и весь народ собрался во главе с первосвященниками, и сколько различных обвинений, и Христос молчал. Даже правитель дивился и молчает. Второй вопрос. В чем была вина Иисуса Христа, что священники и все бывшие с Ними предали Его на распятие? Второй вопрос снова повторю. В чем все-таки была вина Иисуса Христа, что Его предали на смерть, на распятие? Есть ответы или нет? Братья проповедующие. Как? Погромче, брат Михаил. За это надо на смерть? Вот брат поднял руку. Кто переведет? Александр, можешь перевести? Погромче снова. Братья и сестры, я что имею в виду? Мы на последнем разборе, ну, проходим на горную проповедь по вторникам, сегодня тоже вторник, на горную проповедь, где Христос сказал конкретно, не думайте, что я пришел нарушить закон. Не нарушить, а исполнить пришел. Христос исполнил закон? Да или нет? А нарушил закон? А за что Его распяли? Я прочитаю одно место Писания. Конечно, то, что вот братья уже ответили, это был последний вопрос первосвященника к Иисусу Христу, в Евангелии от Марка написано, скажи нам, ты ли Христос Сын Благословенного? Здесь Христос не молчал. Что он ответил? Он сказал, да. И тогда первосвященник свои первосвященнические одежды разрывает и говорит, на что нам еще свидетели? А там все были лжесвидетели. Там ни одного правдивого свидетеля не было, чтобы предать Иисуса Христа на смерть. Они находили только лжесвидетелей, которые всячески что-то придумывали, что-то говорили, что-то еще обвиняли, что-то еще там несли. Это было недостаточно. И вот тогда первосвященник, когда Христос ему ответил, что да, я являюсь Сыном Благословенного, и он разодрал свои одежды. И на этом фактическом моменте ветхозаветное священническое служение закончилось. По закону первосвященник не имел права раздирать свою одежду, разрывать. Но апостол Павел, конечно, иудейские раввины не признают его, я имею в виду, даже на сегодняшний день не признают, считают апостола Павла самым ярым антисемитом. Кто из нас помнит первую проповедь, которая в Деянии апостолов описана, вот апостола Павла, первая проповедь его. Дух Святой повелел отделить Варнаву и Павла и послал их на благовестие, на миссионерскую деятельность. И они пошли и по всей Малой Азии, потом уже и в Европу перешли и благовествовали об Иисусе Христе. И в послании своем апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого. Братья и сестры, вот в этом все и значение, что за что же он был распят, за что же его все-таки предали на смерть. Смотрите, что написано, 13 глава Деяния апостолов, у кого есть Библия, можно открыть Деяние, 13 глава. Я не буду читать всю проповедь апостола Павла в синагоге. Это был город Антиохия, только не та, которая в Сирии, а Антиохия, которая, скажем так, пессидийская синагога. Я читаю из 13 главы, с 26 стиха. Апостол Павел, продолжая свою проповедь, обращается. Мужи, братья, дети рода Аврамова и боящийся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши Его, то есть Иисуса Христа, и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И, прошу внимания, и, не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Братья и сестры, ну, простите, я ненасколько не допускаю, что апостол Павел какую-то ошибку в этом сделал. Смотрите, как он говорит, мужем, братьям, вот все те, которые там в синагоге были, что начальники и все прочие, которые вот там в Иерусалиме, значит, и фарисеи, и садукеи, а садукеи – это вот как раз-таки Каиафа и все остальные священники, не нашедши в Иисусе Христе никакой вины, достойной смерти. Когда же исполнили все написанное о нем, об Иисусе Христе, то, снявшись с древа, положили его во гроб. Умер. Но Бог воскресил его из мертвых. Обязательно после проповеди Христа распятого апостолы и все по сегодняшний день верные свидетели, они обязательно приводят слушателя к тому, что Бог воскресил его из мертвых. Вопрос тоже может звучать, а как Бог мог его воскресить? Апостол Павел в послании к Арифшинам говорит «духом святым». Братья и сестры, слышите? Бог духом святым воскресил Сына Своего из мертвых. И Он уже никогда не умирает, не умрет. Он уже вечно продолжает жить в прославленном теле. Духом святым Христос воскрес. И апостол Павел говорит, если кто Духа Христова не имеет, тот и не является, не принадлежит к Иисусу Христу. И таковых, кто Духа Христова не имеет, они не воскреснут для жизни вечной. А кто-то скажет, как? Да, воскреснут. Но только во второе воскресенье для осуждения на вечную погибель. Вопрос о воскресенье во всем Ветхом Завете, в книге Пятикнижей Моисея, во всех псалмах, во всех пророческих книгах, исторических книгах. Знаете, вопрос о воскресенье как-то очень, ну простите меня, как-то туманно. Но чем ближе к первому пришествию Христа, когда Он пришел и воплотился, становилось все яснее и яснее. Ну кто может привести хотя бы одно место из Ветхого Завета о воскресенье? Пожалуйста, братья. Ну нас могут кто-то спросить, а где в Библии написано? Вот поэтому саддукеи обвиняли Христа, что он учил о воскресенье. Думал. Это Новый Завет говорит. Апостол Павел в послании к евреям пишет, что Авраам думал, что Бог Исаака воскресит, когда он принесет его в жертву. И по сегодняшний день многие иудейские равиды, они не признают, что апостол Павел мог так сказать, значит, он не понимал и не знал Ветхий Завет. И обвиняют его в том, что апостол Павел, посланник евреям, или автор посланника евреям пишет, что Авраам принес в жертву сына своего, принес. А согласно книге Бытия, он принес Овна, но не сына своего. Братья и сестры, мы недавно слышали, один из братьев наших здесь проповедовал и говорил, что вот тогда, когда Бог сказал Аврааму, единственного сына твоего, которого ты любишь, вот отдай его мне, принеси его в жертву, во всесожжение. В жертву, во всесожжение. Это значит, целиком и полностью, как он ест, он должен быть на жертвеннике, и огонь должен его поглотить. И Авраам рано встал, приготовил дрова, полагаем, разбудил сына, кто там еще, ему двое слух помогали, и он отправился. И на третий день они пришли на место, где Бог ему сказал, вот здесь принеси в жертву. И вот три дня Авраам идет, и в духе, в своих мыслях, в своих думках, он, Авраам, принес уже в жертву. И в конечном итоге порастер руку свою, чтобы взять орудие. И вот тут Бог за руку его не смей поднимать на лотрока нож. «Ибо теперь, Бог говорит, ибо теперь я...» Кто продолжит дальше? А? «Теперь я вижу?» Братья, точнее, как сказано? Бог Аврааму говорит, когда ангел его за руку взял, говорит, все, все, не смей поднимать, не смей. «Теперь я...» Бог говорит, «теперь я что?» «Знаю!» А что Бог знал? Ну, конкретно там сказано, знаете, братья и сестры, а теперь Бог говорит, «теперь я знаю, что мы с тобой действительно друзья, делаем одно важное дело для спасения рода человеческого. Ты вот сына своего не пожалел, а дал мне в жертву, а я своего сына единородного отдам на крест, на древо». Братья и сестры, саддукеи, вот кто там был, этот первый священник, Каиафа и все остальные, они не верили ни в ангелы, ни в духа, ни в воскресенье, об этом Деяние апостола в 17 главе сказано, простите, в 23 главе сказано. Они не верили. Почему? Потому что они основывались только на пяти книжах закон Моисеев, а в законе Моисеев фактически даже и проблеска нет относительно, чтобы увидеть, да, воскресенье, Бог силен воскрешать. Это Христос уже открыл им глаза. Как вы заблуждаетесь, Писание не зная. Правда, некоторые мы, проповедники, делаем ошибку, когда с кафедрой говорим, да, вот они так знали Писание, они так знали и толковали Писание, братья и сестры. Иисус Христос в 5 главе Евангелия Теяна сказал, не знайте Писание, не знайте. Они не знали Писание. Если бы знали Писание, и по сегодняшний день многие бы из них действительно приняли бы Христа как своего Мессию. Но они не знают Писание. А если что и знают, согласно их различных толкований, они все извратили. И в другом направлении все это. И потому апостол Павел говорит, перед их глазами вот это покрывало. Они говорят, нет, нет, это не у нас покрывало. Это наоборот у всех народов, согласно пророка Исаии, 25 главе, это на всех народах покрывало, а для народа иудейского, никакой покрывала нет. А апостол Павел говорит, когда они читают, у них покрывало, и они, если и читают, то не могут разуметь. Почему? Потому что только Христос снимает это покрывало для того, чтобы иметь ясность и понимание Нового Завета учения. В частности, в данном случае, наш праздник, Христос воскрес, мы празднуем, что воистину воскрес, и вот нам становится ясно и понятно. Ну, так как по Слову Божьему Нового Завета, а на самом-то деле, братья и сестры, как мы вообще понимаем воскресение? Неужели? И те, и другие, и третьи, и четвертые, не буду перечислять, где кто как умер, где кто как погиб, как они могут воскреснуть? Братья и сестры, Библия говорит, а если что невозможно и Богу, но вот здесь нам нужно бодрствовать, что если мы не имеем Духа Святого, мы в воскресении жизни не воскреснем, поэтому нужно иметь Духа Святого. А как его иметь? Чтобы Дух Святой был не только как над нами, как это на всех ветхозаветных праведниках, Дух Святой был над ними. В Новом Завете, в учении Иисуса Христа, Господь говорит, с вами будет и в вас прибудет Дух Святой. Чтобы принять Духа Святого, братья и сестры, вот как мы Иисуса Христа своим личным спасителем приняли верою, так и Дух Святой верою может войти и возродить нас, чтобы мы были новым человеком. Кому мы принадлежим? Два господина есть. Ну, я не говорю о третьем, я говорю за двух. Первый – это наш праотец Адам по плоти, и второй Адам. Кто второй Адам? Который с неба, Иисус Христос. Братья и сестры, кому мы принадлежим? Давайте вот просто яснее поймем. Мы, находясь во плоти, в ежедневной нашей, вот в сегодняшней жизни. Кому мы принадлежим? Ну, понятно, мы верующие, мы принадлежим Господу. Братья и сестры, давайте каждый себе на самом-то деле, кому я принадлежу? Живу я согласно моего праотца Адама. Брат уже читал, да, из 15 главы. Образ одного и образ другого. Некоторые успокаивают себя и говорят, ну, это когда мы будем там, там будем образ небесного иметь. Братья и сестры, а для чего Бог, ну, простите, я так говорю, для... Почему Бог дает своим Духа Святого, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа? Если Он наш Господь, наш Господин, Которому мы отдали свою, открыли двери сердца, да, покаялись, обратились и признали Его своим Спасителем, вот наши друзья, которые на крещении, они здесь будут свидетельствовать, да, Иисус Христос мой есть личный Спаситель, да, я верую, да, да, все, да. А потом жизнь продолжается, вот всех нас. Мы живем согласно вот всех этих данных Адама первого или все-таки мы согласно второго Адама. Как это можно узнать? Я не буду вторгаться в подробности в повседневно наших тех или иных делах, а давайте так, мы приходим в молитвенный дом. Ну, кто-то рано приходит, за полчаса, кто-то больше, меньше. О чем мы разговариваем? Да, сейчас собрание закончится. Мы будем идти. О чем мы будем говорить? Домой придем. Ну, вот мальчики, девочки, кто-то, говорит, я слушал, но не прослушал все, что там говорили братья, все прослушал. А кто-то внимательно все-таки слушает, к чему нас Господь призывает, чтобы жить согласно того, чтобы исполнять его волю. Ибо если мы не будем исполнять волю Божию, братья и сестры, мы не будем наследовать жизнь вечную. Иисус Христос сказал, но тот, кто исполняет волю Божию, тот мне и брат, и сестра, и матерь. Поэтому в чем заключается воля Божия относительно каждого из нас? Она благая, она угодная, она совершенная. как мы познаем волю Божию? Поэтому наши взгляды, наши интересы, наши те или иные направления повседневной жизни, они как согласуются действительно с нашим Господом, Иисусом Христом, согласно Его Слово? Или мы, ну, мы же во плоти, мы же по Адаму живем, все, а что еще больше нужно? Поэтому апостол Павел в этой своей первой проповеди, в 13 главе Деяния апостола, смотрите, он утверждает, но Бог воскресил его из мертвых. Он, Иисус Христос, продолжением многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и который ныне суть свидетель его преднародом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнит, нам, детям их, воскресив Иисуса. Ну и дальше апостол Павел здесь говорит, «Итак, да будет вам известно, мужи, братья, что ради Его, то есть Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, Иисусом Христом, всякий верующий». А братья уже сегодня утверждали, что веруя в Иисуса Христа, имеем жизнь вечную. Братья и сестры, поэтому, кажется, в первый день кто-то перед собранием конкретно ставил вопрос, а вот вы можете объяснить, в чем заключается, в хоккейске, что такое вера? Вот вы верующие, вы верите во Христа, вы верите в воскресенье, а как объяснить, вот, вера, что такое вера? Ну да, мы знаем, согласно евангельскому учению, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Ну а как вот конкретнее, по-простому, вот, чтобы доступно было? У нас сегодня гость, он пришел в собрание, и мы поприветствовались, Христос воскрес, воистину воскрес. А откуда мы знаем, что Он воскрес, Иисус? Братья и сестры, Библия нам говорит об этом, Слово Божие. А вера откуда? А вера от слышания. Услышал, имеющий ухо, слышит, да слышит. А слышание от Слова Божьего? А что дальше? Слышание от Слова Божьего, да? А что это Слово Божье? Иисус Христос, Он не написал ни одно слово. А то, что Он на земле написал, мы не знаем. Но фактически все послания, все Евангелия, это написали Его ученики, Его последователи. И по сегодняшний день последователи нашего Господа продолжают проповедовать Его распятие, Его смерть, Его воскресение из мертвых, Его вознесение, о том, что Он не оставил нас сиротами, Духа Святого послал. И скоро, мы верим, что скоро придет тот последний онный день, и Господь сойдет с неба, чтобы взять своих, ожидающих Его, во спасение. А как мы ожидаем? Во-первых, мы возлюбили Его, первая заповедь, и второе, ожидаем. Ожидаем, помните 25 глава Евангелие от Матфея, с горящими светильниками, братья и сестры, с горящими светильниками. Если светильники наши не горят, мы во тьме, мы во тьме. Да поможет нам Бог. Сейчас мы помолимся, и поэтому хочу закончить к нам такими словами. Братья и сестры, крест Иисуса Христа есть конец греха. Как это, чтобы осуществлялось в нашей жизни? Мы когда спрашиваем, а как сможешь до конца жизни так вот устоять, или пребывать в верном и преданном? Ну, я же, конечно, могу. Нас это не удовлетворяет. А вот когда каждый из нас свидетельствует только с помощью Господа, братья и сестры, вот поэтому конец греха – крест Христа. И чтобы нам в дальнейшей нашей христианской жизни жить в угоду Ему, будем просить Его помощи, будем просить Его водительства, будем просить, чтобы Он всегда по верному Своему обетованию пребывал с нами. Аминь. Если кто желает помолиться, поблагодарить Господа за Его воскресение, за Его оправдание, за прощение, давайте помолимся. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok